Стартовал рабочий визит президента Садыра Джапарова в Казахстане с двусторонних встреч на высшем уровне. Лидеры Кыргызстана и Казахстана отметили положительную динамику развития двусторонних отношений. Садыр Джапаров отметил, что сегодня между двумя странами установлен высокий уровень стратегического партнерства и союзничества, налажен конструктивный и доверительный диалог. Активно развивается сотрудничество по всем направлениям взаимного интереса, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Увеличивается товарооборот между двумя странами, а к настоящему времени он в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос почти на 18 процентов. Урмат Туқасм Джомарт Кемелевич, Борбордугазия жена Европа бірімдеген лидерлерінің бірінчі жолықшысының алқағында сіз менен қайрадан астанашарында жолыққаныма куаныштамын. Жалпысынан қырғыз ғазақ қызматташтығының актуалдыу маселелерін талқуылу мақсатында жолықшуға ғар бір мемкіншілікті жоғыру баалайыз. Пользуясь представившисье возможностю, хочу поздравить вас с юбилейной датой 30-летием садыне установлене дипломатически хатнашайны между нашими государствами. Кроме этого, хочу пожелать вам успехов в проведении досрочных выборов президента Казахстана 20 ноября 2022 года. Несомненно, мудрый казахстанский народ сделает верный выбор, поддержит проводимую вами политику во имя стабильного развития государства и светлого будущего независимого Казахстана. Касымжумар Токаев же добавил, что эта двусторонняя встреча будет способствовать дальнейшему продвижению отношений между странами, с удовлетворением акцентировав внимание на предстоящем открытии Дней культуры Кыргызстана в Казахстане, добавив, что это мероприятие является важным с точки зрения сближения народов двух стран. А меры по укреплению политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Кыргызстаном и странами Евросоюза Садыр Джапаров обсудил с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Глава государства также затронул вопрос относительно продления статуса ВСП-плюс в отношении Кыргызстана, учитывая актуальность активизации торгово-экономических связей и продвижение экспорта кыргызских товаров на европейский рынок. Шарль Мишель подчеркнул, что Евросоюз рассматривает сотрудничество с Центральной Азией как одно из важнейших направлений. Он также отметил готовящееся подписание соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Кыргызстаном и Европейским союзом, сообщив о готовности предложить Кыргызстану конкретные проекты для взаимодействия. Стороны выразили обоюдную готовность для дальнейшего углубления взаимодействия между Кыргызстаном и Евросоюзом по приоритетным направлениям сотрудничества. Аяна Дюшикеева, Эсентурабы Кеев, Аллато 24.